добрый день с вами империя пикчер и сегодня я покажу вам как нарисовать шорты карандашом а если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами для начала мы намечаем силуэт шортиков по бокам оставляем одинаковое расстояние до краев снизу немного больше чем сверху боковые линии будут немного под наклоном вот эта линия также будет немножко проваливаться к центру серединку обозначим примерно и также сами эти штанинки у шортиков которые будут немножко расширяться сверху вниз прорисовали и ластиком убираем лишние линии чтобы не путаться в процессе и также это поможет нам сохранять рисунок аккуратным затем верхней части мы намечаем поясок также убираем ластиком лишние прорисовываем область ширинки этот немножко выше середины она будет проходить также посередине сделаем толщинку для шва такую небольшую пару миллиметров также мы обозначим вот здесь вот краешек где будет передняя и задняя часть сверху обозначим для ремешка петельки далее мы прорисовываем кармашек с левой стороны и над ним будет более маленький карман располагаться также две клёпочки мы переносим на другую сторону точно такое же расстояние намечаем петельку и также прорисовываем кармашек кармашек у нас будет такое округленький немного закругляется здесь уже не будет никакого маленького кармашка добавляем еще прорезь для пуговки на верхнюю часть пояса затем нам нужно сделать толщинку внизу шортиков это как будто будет подгиб ткани тоже не слишком широкий можно где-то один сантиметрик либо чуть меньше даже с другой стороны точно также я намечаю показываю такие треугольнички как будто бы там показываться дальняя часть шорт делаю закругленные края мягкие и в принципе начинаешь штриховать в тоне предварительный рисунок я наносила карандашикам hb им же я сделаю первый слой штриха аккуратным раздельным штрихом по диагонали его немножко наклоняя также можно штриховать по форме у краев старайтесь не выходить за края а пока я вам напомню что в нашей художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства идти от свое любимое дело своей профессии ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные семь дней ждем вас к нам на обучение затем мы начнем тональный разбор и начнем его с того что в целом затем ним джинсы наши шортики с правой стороны пока что набираем второй слой штриха при наслоении штрихов мы немного изменяем его направление каждый раз здесь вот я наношу прям где-то три слоя по краю особенно темнее делаю чтобы показать отдаление от нас такое вот закругление дохожу до верха про штриховую пока тоже делаю все одним тоном далее я тем же оттенком тоном перехожу на левую часть и про штриховую аккуратненько оставляем нетронутыми подгибы и на ширинке вот этот участок пока что по крайней мере мы оставляем их нетронутыми левую часть я затемняю посильнее также возле этого подгиба тоже затемняю и делаю плавную тональную растяжку наверх при этом двигаясь ближе к центру с правой стороны получается вот тут я тоже затемняю слева и справа у нас будет затемнение ближе к центру немножко светлее также я делаю и с правой штанинкой затемняю здесь вот кусочек такой небольшой теперь я возьму карандашик помягче мне это карандаш 3b он мне позволит побыстрее набрать нужный темный тон им я обозначил складочки тут можно прям от кармашек а начиная и немного расширяя провести вот такую вот линию с помощью штриха также снизу добавлю парочку складочек у края и перехожу немножко наверх здесь вот возле ширинки также создаю более темную часть и немного ее соединяю проводя вниз края ближе к центру мы делаем плавную тональную растяжку чтобы не было резкого перехода все должно быть плавненько аккуратненько тогда будет похоже на реальный предмет добавлю немного деталей ластиком сделаю такие швы пунктирной линии наверх немного высветлю также часть которой мы подогнули и потом пройдусь по краю чтобы выделить от фона теперь я перемещаюсь к ширинке и и также затемняю рядышком делаю еще более темненькой как раз таки здесь добавим еще складочек аккуратненько вот сюда вот по центру тоже прорисовываем темную линию и добавляю пунктирную по центру еще сильнее затемняю переход вот тут также добавляю складку как будто бы получается у меня две линии таких светлая широкая потом идет тени тонкая широкая и снова тень я ее довожу к низу точно также как и в предыдущий раз здесь вот на краю тоже прохожусь затемняю нижнюю часть шортиков вот тут сверху подворотика тоже затемняю и далее намечаю складки возле карманов и по правой стороне тут в принципе кармашек сверху нужно затемнить чтобы выделить будто бы у нас немножечко так приоткрыт и там что-то у нас находится в любом случае будет потемнее и 2 из кармашек тоже я затемняю оставляя светленьким только вот швы которые располагаются по верху также добавляю пунктирную линию и клепки обозначаю более темным тоном дорабатываю и прихожу к петелькам сверху их я начинаю затемнять особенно рядышком с ними отбрасываю тени в целом вот эту часть где у нас пояс расположен можно сделать в виде складочек аккуратных показав тем самым что там находится резинка выделяю петелечку потемнее дохожу до серединки под ремешком я также немножко затемняю и постепенно перехожу на правую сторону ее и делаю еще более темный обозначаю прорезь для пуговки и затемняю также далее оставляя светленькие петельки такими контрастными на свету так нам остается в принципе не так много дорабатываем еще тени можно усилить контрасты сделать более плавные тональные растяжки в области карманов еще набрать более темный тон в целом можно почистить листочек от затирания и вот такие шорты карандашом у нас с вами получились присылайте ваши результаты к нам в инстаграм мы с удовольствием их посмотрим мы опубликуем у нас на странице а ссылку на инстаграм вы можете найти в описании к этому видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч